Смотрите, это капсулированная хвоя, масляная фракция зашла в одну сторону, вода отошла в другую сторону, и здесь получается витамин Е, витамин А, а это то, что расстилает структуру бронхов. Понимаете, там вот такой вот эпителий, и без витаминов он, конечно, хуже работает. Это один момент. Плюс здесь хлорофилл, а вот он как бы анемийку подымает, понимаете, он как транспортник кислорода получается, ну плюс фитостерины и полипринолы, и другие антиоксиданты, но, знаете, вот на этом препарате у нас и туберкулезники излечивались, и рак легкого, поэтому для астм он хорошо. Понимаете, это биогенный такой стимулятор, он высокий иммунитет, он его снизит, а низкий он его чуть повысит. И плюс он такой гормоноподобный, понимаете? А гормоноподобный, то есть это не есть гормоны, то есть это не синтетические гормоны, это не еще какие-то гормоны человека, но его действие, оно похоже на гормональное лечение. Поэтому, поэтому витамин, у нас многие аутоиммунные заболевания, уход свитопринолы. Поэтому вот для астмы, для астматического компонента хорошо, но чуть попозже, вы знаете, со школьного возраста, а сейчас можно только попробовать, как прореагирует. Потому что витамины А и Е, они лишними не будут. И потом, смотрите, у меня был случай в практике, то есть вам нужен хороший массажист, потому что где-то уровень четвертого позвоночника, вот если там хорошо промассажировать, то вот медианы легочные освобождаются, иногда астматические приступы сами уходят. Вообще. А если у нас говорят, что это на базе аллергической реакции? А вообще это пулеморфное заболевание, там и аллергический фактор, и строение физиологическое, и несовершенствование еще бронхового дерева, там все-все-все вместе складывается. То есть это вот так вот. И потом, смотрите, а вот витом вам уже можно. Особенно начиная вот порошок комаровым, бестафора. Вот. А витом – это иммуномодулятор, интерферономодулятор. Вот. Он аллергии снимает. Вот у нас мальчик с полинозом. То есть он витомчик попринимал, и у него прям вот так полегче, полегче, полегче. Поэтому вот как-то вот в эту сторону вам двигаться. А многие травы вам можно будет подключать позже, пока рано. Потому что… Пока сейчас, в принципе, пока нельзя. Вам можно единственное, что использовать, отварить лист эвкалипта, и вот его либо чуть дышать, то есть, допустим, либо чуть-чуть растирать. Но это опять вот очень тонкая грань. Потому что сама трава может вызвать приступ. Вот. Ну вот мы ромашка. Не надо ромашку. Надо череду. Вот из противоаллергичных у вас череда и фиалка трёхцветная. Ну, вы знаете, я вот судя по его реакциям, вот на траву у нас нет аллергии. У нас аллергия такая вот на продукты… Значит, у вас белковая составляющая ваша аллергия. Вот эти все добавки, вершки, вот это мы ему не даём. Ну, на траву вроде… Ну, пока нет. Но я понимаю, что она может появиться, потому что это такое… Понимаете, тогда вам можно потихонечку вводить курильский чай. Курильский чай, он можно прямо с рождения его пить. То есть, курильский чай, он, понимаете, желудочно-кишечный, и он там вот успокаивает, он даже на эмбрион холеры действует. Вот, поэтому он эндоктоксины будет убирать. Есть курильский чай, да. В курильский чай добавьте ещё череду, потому что череда, там, понимаете, такие танины, которые собирают, опять же, эксотоксины. То есть, вот если они есть… А можно у вас дочь, друзья, чек-ка… Да, пожалуйста. Я всё забуду. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо.